Добрый вечер, Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Приватное дело. Стоит ли беспокоиться вкладчикам привата и что ждет банк в ближайшей перспективе? Под елочку успеет ли парламент принять госбюджет? Вокруг чего депутаты ломают копья? Аграрный вопрос. Останутся ли фермеры в следующем году без государственной поддержки? Полюбовная национализация. Приватбанк, среди клиентов которого полстраны отныне на 100% принадлежит государству. О причинах и следствиях такого решения. О том, что будет с банковской системой в целом и с деньгами простых украинцев в теперь уже государственном банке. Официальный комментарий собрал Ярослав Кречко. В коридорах Министерства финансов ажиотаж с самого утра. Руководитель Минфина и глава Нацбанка собрали журналистов, чтобы заявить, накануне Приватбанк признали неплатежеспособным и отныне он принадлежит государству. Завдяки передачи у державную властность банк продолжает працювать. Это позволяет им иметь безперервный доступ к своих денег. Это решение является важным в рамках нашей спецпрации с МВФ. И после следующего года, это принятие бюджета, мы выполнили два важных этапа спецпрации с МВФ. Решение о национализации глава НБУ называет единственной возможностью сохранить деньги вкладчиков и спасти банковскую систему государства. Мол, сейчас в Приватбанке финансовая дыра почти 150 миллиардов гривен. Кроме кризовых явлений в экономике Украины, до этого привела невыраженная кредитная политика Приватбанка. Понад 97% корпоративного портфеля, который составил 150 миллиардов гривен на 1 квадрата 2015 года, это были кредиты, связанные с акционерами компании. Цифра 97% это, вы знаете, это преувеличение уже в любом случае. Фактически в долларовом исчислении портфель банка уменьшился в два раза. Было возвращено очень много кредитов. Ведь если посмотреть на то, какие у нас были оттоки депозитные, у нас оттоки были порядка 70 миллиардов гривен. Уже бывшее руководство банка заявляет об информационной атаке и ежедневном снятии со счетов астрономических сумм до 2 миллиардов гривен. Такого якобы не было даже в период активных боевых действий. То, что акционеры банка сами попросили о национализации, еще утром подтвердил премьер-министр. Ситуация с приватбанком могла мать в край негативные наследки для всей финансовой и банковской системы Украины. Таким чином вчерашним решением мы захистили наше 20 миллионов клиентов банку, 20 миллионов граждан Украины. И також финансовую стабильность нашей державы. На сутки из-за технических причин приостановлено обслуживание приватбанком юридических лиц. Других ограничений, обещает нацбанке, не будет. Утверждают, у клиентов свободный доступ к своим счетам и депозитам. Работают банкоматы и терминалы. А президент Петр Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, целостность всех вкладов банка отныне гарантирует государство. Держава берет на себя ответственность и гарантует клиентам приватбанку недоторганность и целостность их денег. Для посиления защиту вкладников приватбанка в качестве невидкладного, я подав до Верховной Ради законопроект, который надает дополнительные гарантии вкладов граждан в этой установке. Они будут такими же, как и для Ощадбанка, как и для банка, что на 100% належит государству. После стабилизации работы и принятия стратегического плана развития приватбанка, Минфин планирует снова отдать его в частные руки, продать на прозрачном конкурсе. А пока главой правления привата назначен бывший министр финансов Александр Шлопак. Ярослав Кричко, Александр Васильченко, Владимир Дедов. Подробности, Телеканал Интер. Министр финансов Александр Данилюк приехал срочно к нам в студию, для того, чтобы прокомментировать это событие. Господин министр, добрый вечер, спасибо, что приехали. Слухи о национализации приватбанка витают уже месяца три, наконец-то свершилось сегодня. Пожалуйста, для рядовых граждан, для клиентов банка, простых людей, я подчеркиваю, в смысле вашей терминологии, которую вы сейчас будете употреблять. Что произошло, почему вы задействовали именно этот механизм и к чему он приведет? Ну, если уже простым языком, то, что важно сказать, наверное, это о том, что деньги всех вкладчиков в безопасности. И я, честно говоря, если бы поставил себя на место вкладчиков, то есть любые какие-то слухи о чем-то, это определенная нестабильность, определенная неуверенность. Но что может быть надежнее, чем гарантия государства? Поэтому сегодня, с сегодняшнего утра банк находится в государственной собственности, значит, у него распространяются государственные гарантии. Это означает, что все вкладчики, все вклады защищены. И также защищена будущая банка, он будет стабилен и он будет успешно развиваться. Причины, по которым было принято решение о национализации, как раз и были направлены для того, чтобы стабилизировать... Потому что менеджеры банка по-другому комментируют. Я поэтому вас спросила... Я могу комментировать от имени кабинета министров, от имени правительства. То есть мы знаем о том, что в банке были определенные проблемы. Национальный банк согласовал с акционерами банка, с менеджером банка, определенную программу улучшения финансового состояния банка, которую банк выполнял, но на самом деле не смог выполнить. И поэтому акционеры, чтобы избежать падения банка, они обратились к государству. И мы оценили размер банка, его системную значимость. И государство приняло важное решение, очень ответственное решение о том, чтобы войти в капитал, взять 100% собственности в банке и в дальнейшем строить банк как часть государства со всеми необходимыми гарантиями. Да, я поняла, это было по вашим словам необходимо для того, чтобы банк спасти. Повлечет ли это какие-то колебания на валютном рынке? Потому что это тоже всех беспокоит. В первую очередь даже не клиентов банка. Ну а как это связано? То есть еще раз, национализация это фактор стабильности. То есть... Ну это идеальные условия будут соблюдены. Те условия, о которых вы сейчас говорите. Еще раз, в любом случае, национализация, то есть переход в государственную собственность, это фактор стабильности. Это означает, что государство в случае необходимости будет докапитализировать банк. Я вас понимаю. Это не могут себе позволить другие собственники. Это фактор стабильности. Это надо учитывать. По поводу стабильности. Keep calm and carry on. Сохраняйте спокойствие, двигайтесь дальше. Практически это дословная рекомендация рядовых сотрудников банка рядовым клиентам. Наши корреспонденты о том, насколько активно штурмуют банкоматы в регионах. С самого утра возле банкомата в Днепре выстроились очереди. Люди пытаются снять со счетов все до копейки. Но многие банкоматы не работают. Да не во всех банковских кассах выдают деньги, говорят горожане. На сутки заблокированы и финансовые операции юридических лиц. Кирилл почти 10 лет копил на открытие собственного бизнеса. Сумма собралась немаленькая. Миллион гривен. Целое утро бегает по городу в надежде снять хоть часть сбережений. Опять банкоматов обошел. Миллион на карточки. Бизнес надо делать, деньги не дают. Понимаете, нервничаю, хожу. Снять-то надо как-то. Пожилой паре сегодня в аптеке отказали в продаже лекарств по безналичному расчету. Команда их руководства. Карточки приватбанка не обслуживает. Мы получали пенсию на карточку приватбанка. Там уже не обслуживает. Я еще не знаю, в магазине будет ли обслуживать. Вот вам и национализация. Точно говорит Гонтерева. Не лучше ситуации во Львове. Деньги закончились. Такое уведомление можно было увидеть почти на всех банкоматах города. Чтобы снять хоть что-то, людям приходилось обойти полгорода. Сколько вы уже пришли в банкомат? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Просто закончились деньги. В одному переди мною закончились деньги, выдавали. В кассе не работают. А в банкомат я отчаянно взяла. Правда, я все забрала деньги, которые у меня были на карточке. Мне пришлось беспокоиться только вип-клиентам привата. Свои крупные активы они давно вывели из банка. Что касается вип-клиентов, насколько я знаю, поступали звонки. С пропозицией о снятие, скажем, денег, депозитов и переводе в другие банки. Вип-клиенты я знаю, очень много людей, которые снимали свои депозиты, разрывали их и снимали с рахунковых рахунков деньги. Спокойнее переживает национализацию банка-гиганта в Одессе. Здесь только в некоторых отделениях временно не работают кассы. Возле уличных банкоматов небольшие очереди от двух до шести человек. Деньги при этом выдают без ограничений. Что касается терминалов, то они принимают купюры и зачисляют на карту тоже в обычном режиме. Нет паники. Пускай люди спокойно приходят и получают деньги свои. В Одессе видите, паники нигде нет. Везде спокойно, все. Возле всех банкоматов практически. Рядовые сотрудники банков и кассиры. На все вопросы клиентов слово в слово повторяют официальное заявление дирекции. Главная рекомендация – не паниковать. Елена Медлюк, Галина Якушко, Андрей Анастасов, Евгений Коднецов. Подробности телеканал Интер. Пока этот сюжет шел, мы, конечно, с господином министром не могли молчать и обсуждали. Я еще раз озвучу эти вопросы. Что людям делать? Снимать, не снимать? Их паника вполне понятна. И что будет, если сейчас все снимут свои деньги? Еще раз, да, паника, она создается. Люди сами себя накручивают. На самом деле, я сейчас посмотрел сюжет и хочу просто вернуться к вопросу, который вы мне задали в самом начале. Почему было принято решение о переходе в государственное собственность? Как раз для того, чтобы решить ту проблему, о которой вот сейчас говорили люди, которые стоят в очереди получить свои деньги из банкоматов. Почему? Потому что проблемы возникли еще до этого. Именно из-за этого Национальный банк принял решение о том, чтобы рекомендовать государству войти в капитал и спасти банк. То есть фактически сейчас что происходит? Это определенные накопившиеся проблемы, которые мы именно для этого и вошли, чтобы стабилизировали, чтобы получили свои деньги. Чтобы они были уверены в своем депозите, в сохранности своих средств. Вот для этого сделан этот шаг. Дальше. Конечно, сейчас происходит переход дел банка к новому собственнику в лице Министерства финансов. А также Министерство финансов в ближайшие дни, скорее всего завтра, назначит новый менеджмент банка. Это определенный переходной период. Но самое важное, два момента. Еще раз. Банк государства собственности и второе. Был подан сегодня законопроект дополнительный, который больше символичный о гарантии всех депозитов в государственных банках. Дополнительный, который будет дополнительные гарантии предоставлять вкладчикам приватбанка для того, чтобы люди в конце концов поняли, что ничего негативного не происходит. А наоборот, происходит действие на спасение банка, на его усиление. И это исключительно позитивный сигнал. Хорошо. Три слова вкладчикам приватбанка от министра финансов. Не реагируйте на призывы к панике. То есть, на самом деле, ситуация находится под контролем. Государство является собственником банка. У нас в бюджете предусмотрены деньги на то, чтобы декапитализировать банк. Чтобы он был стабильным. И в случае необходимости, и в бюджете есть деньги, и в случае необходимости выплат, также национальный банк предоставит необходимый ресурс. Ваши вклады защищены. Ваше будущее также находится в надежных руках. Спасибо. Министр финансов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг приватбанка в студии подробностей. Спасибо вам. Спасибо вам. С одобрением о национализации приватбанка говорят и на Западе. В своем заявлении послы Большой Семерки отметили, что такое решение сделает банковский сектор Украины более сильным и более устойчивым. Приветствовал национализацию приватбанка Международный валютный фонд. Глава МВФ Кристин Лагард назвала такое решение важным шагом для обеспечения финансовой стабильности в Украине. А также для гарантии надежности операции банка, которая играет системную роль в финансовой системе Украины. К слову, саму Лагард сегодня признали виновной в халатности при исполнении служебных обязанностей. Свой вердикт вынес французский суд. Правда, наказание ей не грозит. В Новый год со старыми обещаниями, но новыми надеждами. Сегодня в Брюсселе прошло третье заседание Совета Ассоциации Украины ЕС. Какие новогодние подарки Евросоюз приготовил Киеву и что нам ждать с нашим безвизом? Узнаем у Юлии Мендель. Она в Брюсселе. Заседание Совета Ассоциации Украина ЕС. За этими обыденными словами на самом деле скрываются важные решения для Украины. По сути, здесь оценивают работу официального Киева за год. Заседание фактически встречи на уровне правительств. Но премьер Гройсман сюда не приехал. С утра позвонил Федерике Магерине с извинениями, сославшись на важные дела. Она извинения приняла и начала с причины отсутствия главы украинского правительства. Поприветствовала национализацию Приватбанка. Восстановить доверие к финансовому сектору путем национализации Приватбанка – это смелое решение. Такой шаг должен привести к тому, что все банки в Украине будут работать в одинаковых условиях. Вместо премьера в Брюссель приехал первый вице-премьер Степан Кубев. Из зала ему задали вопрос, как он может прокомментировать официальную информацию и видео, которое Европа получает из Украины, где у банкоматов собираются большие очереди. Я хочу вам запевнить, что готовки на пятницу вечером, когда я смотрел по балансу, я немного разбираюсь в балансе, было 7,5 миллиардов. Это гарантированных 4 дни, которые мы можем. В другом случае, национальный банк даст поддержку ликвидности. В других банках, где открытые рахунки, можно получить помощь. Помощь получит и сама Украина. Европейский союз опять готов подставить свое финансовое плечо. В общем, где-то на миллиард евро, сообщил Степан Кубев. Сегодня Европейский инвестиционный банк подписал с Украиной очередные 4 договора. В общем, на сумму 600 миллионов евро. Деньги пойдут на реформу образования, энергоэффективность, модернизацию железной дороги и поддержку среднего и малого бизнеса. Кроме финансовых вопросов, вспомнили и о многострадальном безвизии. Мы еще раз услышали подтверждение от наших европейских коллег, что Украина выполнила абсолютно все свои обязательства. И действительно, мяч на их половине поля. Поэтому надеемся, что бюрократические процедуры с механизмом призупинения, от которого зависит, на жаль, наш безвиз, они будут наконец завершены. И не обязательно в квоте, а может и раньше, что и реалистичным. В общем, перед новогодними праздниками европейцы сделали достаточно подарка в Украине. Как-никак, это была последняя встреча на официальном уровне в 2016 году. Юлия Мендель, Василий Тружковский. Подробности Брюссельское бюро телеканала Интер. Европарламент готов завершить все процедуры для предоставления Украине безвиза. Об этом сегодня сказал глава законодательного органа ЕС Мартин Шульц во время телефонного разговора с Петром Порошенко. Вопрос безвиза обсудили по телефону и Владимир Гройсман с Дональдом Туском. На своей странице в Фейсбуке премьер сообщил о том, что несмотря на то, что не смог лично приехать в Брюссель, все актуальные вопросы с Туском обговорили, обсуждали ратификацию договора об ассоциации и либерализацию безвизового режима для граждан Украины и пообещали друг другу это тесное и взаимовыгодное сотрудничество продолжить. И сегодня же Владимир Гройсман выразил надежду, что в ближайшие дни парламент все же утвердит государственную смету на 2017 год. У депутатов по сути неделя для бюджета, но как ни старались они свести цифры до карнавальной ночи, похоже, эта участь ждет главный финансовый документ и в этом году. Налоговые изменения приняты только в первом чтении, а кроме них на повестке дня появились еще целый ряд неотложных документов. Каких узнаем от Екатерины Лысенко. Новогодние елки уже украшают все углы парламента и все коридоры. У народных избранников последняя в этом году рабочая неделя, по крайней мере, по графику. В планах принять бюджет, но первое, что сегодня обсуждают, так это большую национализацию. В блоке Порошенко уверены, страна спасла крупнейший банк. Другие усматривают риски. Другие усматривают риски. Другие усматривают риски. Среди усматривают риски. Приватбанка должен работать без потратки. В коалиции просят фракции избавить весь банковский процесс от лишних политических оценок. И призывают больше думать о бюджете. Главное завдание нашей фракции и всех ответственных депутатов Верховной Рады на этот день это проголосовать в государственный бюджет на следующий год. Самопомощь настаивает на поддержке образования и медицины, просит больше денег на места. Депутатские группы, без чьих голосов вряд ли обойдешься, сетуют на низкие зарплаты бюджетников, мол, подняли минималку, а по категориям доходы не разделили. Оппозиция же наотрез отказывается давать за смету голоса без ее правок. Мы надали пропозиции от нашей фракции при первом читании бюджетный комитет. Они были четкие. Мы нашли джерела надхода дополнительных к бюджету и уменьшение выплат на силовый блок. У нас два ключевых принциповых вопроса. Это пенсия средняя 3,5 тысячи гривен и уменьшение коммунальных тарифов в два раза. То, что сейчас делается, это делается наоборот. Сбольшаются выплаты на силовый блок и уменьшаются социальные выплаты. Поэтому наша позиция не изменилась. За такой бюджет мы голосовать не будем. По словам спикера, неделя будет напряженной. Как неотложный президент внес закон о банках, призванный защитить вкладчиков. Профильный комитет тем временем готовит ко второму чтению изменения в налоговый кодекс. А вот Батьковщина грозит спикеру судом и следствием, якобы принятые на прошлой неделе налоговые законопроекты, подписанные не в том виде, в котором зал за них голосовал. Что делают наши евровары? Они внесли два законопроекта, которые создадут специальные, приятные условия для работы больших корпораций через офшоры. Эти законопроекты поднимают податки среднему и малому бизнесу. Что сделал парламент? Зібрался с силами, с последними. И не дав эти законопроекты провести. Что делает пан Порубий? Подписывая на второе чтение в комитет законопроекты в первой редакции, там, где все коррупционные оборудования были прописаны. Оптимизм пока только в блоке Порошенко. Там уверены, до четверга все примут и в зале найдутся голоса для главного финансового документа. Правда, снова не исключают ночное заседание. Поддержка бюджета 2017 года держится на разным фронтам. Блоком Петра Порошенко, я думаю, что самопомощь так уж поддерживает. Группы, которые озвучивали сегодня пропозиции, налаштованы поддерживать этот бюджет. Я думаю, что мы завершим расследование бюджета на ночь с четверга на пятницу этого тижня. Рабочий день вторника и четверга нардепам уже пообещали продлить часа на три как минимум. А еще в планах у депутатов заняться судебной реформой, принять закон о высшем совете правосудия. Минздрав планирует просить об автономии для больниц. За ним придет Минфин со своими предложениями. И похоже, и в этом году депутаты плохо понимают цифры, на коленке будут править бюджет и также в условиях дедлайна за него голосовать. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. И там же на согласительном совете сегодня решали, как уберечь мелких и средних аграриев от банкротства. Напомню, фермеры уже несколько недель подряд бьют тревогу из-за предложенной схемы распределения дотаций. Кому достанется большая часть средств от государства? По каким критериям отбирали счастливчиков, разбирались наши корреспонденты. Остановить геноцид села. С такими громкими лозунгами сегодня под стенами Кабмина собрались несколько сотен аграриев. Все из-за заложенной в проекте бюджета на следующий год схемы выделения дотаций. Дотации дали только для производителей, которые занимаются кормой. У нас нет денег на миндобре, на посевные материалы. Стосовно этого, тогда же урожай такой у нас. Нет на солярку, нет ни на что денег. Чему не дали дотации на растительство, на тваринство? Цего, что нет. Великие холдинги чего-то поддерживают, а маленькие совсем нет. Если государство не поможет, без этого просто не выжить. Не могут люди сейчас тоже не взяти ни на синий толком за эти гроши, не взяти ни доброго нормального. Сейчас все время дорожает солярка, а весна подходит. Сейчас идут в основном великие агрофирмы, агрохолы, фермеры, как бы, трошки забыли. На дотации селу в следующем году выделили аж 4 миллиарда гривен. Но оказалось, 50% этой помощи получат производители птицы. А это несколько крупных предприятий. Они предлагают половину отдать на птахивничество. Аграрии, которые имеют сегодня статистику, они чётко говорят, что сегодня птахивничеством 88% занимаются 2 компании. Это МХП и это Авангард. То есть 2 люди получают почти 88% от 2 миллиардов гривен. То есть миллиард 900 получают 2, наибольшие компании. Это очень неудачный подход к ураду. Это очень нечестно. Я понимаю, что они хотят собрать таким образом голоса, потому что есть лоббисты этих компаний, безусловно в Верховной Раде, и они имеют определенные свои группы. Уже сегодня во многих регионах простаивает неубранный урожай. Дальше будет только хуже, говорят фермеры. Всё из-за того, что ещё 2 года назад Кабмин Яценюка отменил налоговые льготы для аграриев. Для хозяйств бюджет на 2016 год стал настоящей катастрофой. А бюджет с 2017 года может попросту привести к тому, что тысячу людей потеряют работу, говорят в Ассоциации фермеров. В таком несправедливом распределении дотаций фермеры винят непосредственно министра аграрной политики Тараса Кутового, который, по мнению аграриев, и пролоббировал в бюджете интересы крупных производителей птицы. Немедленно переписать схемы распределения дотаций от министра потребовали уже целый ряд нардепов. А именно ограничить максимальный размер дотаций на одно предприятие, чтобы не дать крупным агрохолдингам и дальше лоббировать свои интересы. В то время как у обычных фермеров нет денег даже убрать урожай. Если этого не сделать, украинскому селу может грозить настоящая катастрофа, говорят аграрии. И кто виноват? Тысячи оставшихся ни с чем людей спросят из правительства, из парламента. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Ветераны МВД наконец-то добились аудиенции у главного полицейского страны. Арсен Аваков пригласил сегодня к себе нескольких активистов. Напомню, уже несколько недель подряд бывшие милиционеры митингуют по всей стране, требуя пересчета пенсий. По словам Народипа Сергея Каплина, ветеранам-правоохранителям пообещали буквально через 20 минут принять соответствующие решения. Но дальше слов дело пока не пошло. Поэтому завтра возле парламента снова соберутся бывшие милиционеры, участники АТО, афганцы, ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Об этом сообщил Каплин. И будут требовать социальной справедливости и отставки Авакова. Мы принесем туда медали, ордены, кителья и покладем под Верховную Раду Украины в знак демонстрации готовности высунуть политические требования. Мы требуем отставки министра внутренних справ. Будь-які переговоры, які відбувалися с ним, призвели до обману простых людей, ветеранів. Залог и отстранение должности. Такую перспективу предлагают главе Центризбиркома Михаилу Хендовскому в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Все обвинения Хендовский опроверг заявил, что добровольно не уйдет. Прибывши на выклик до специализованной антикоррупционной прокуратуры, я еще раз думаю, что засвідчиваю, что буду продолжать брать активную участь в всех следственных действиях с метою доведения безподставности всех безвинятков высунутих против меня звинувачений. Отстранение главы Центральной выборной комиссии от посады прямо суперечит закону про Центральную выборную комиссию и просити навіть про такие відсторонення є абсолютно безглуздно. Напомню, на минувшій неделе сотрудники НАБУ прямо в аэропорту Борисполь вручили Михаилу Хендовскому сообщение о подозрении. Председателю ЦИК вменяют получение взяток на общую сумму более 160 тысяч долларов и поездки за границу в 2012 году за счет партии регионов. Защита же Хендовского в свою очередь заявляет, что будет требовать уголовной ответственности для чиновников НАБУ и САП. И сегодня же Центр избирком обратился с заявлением в ГПО, антикоррупционную прокуратуру и НАБУ. Просит проверить, почему детективы НАБУ, которые на прошлой неделе пришли с обыском в кабинет главы ЦИК Михаила Хендовского, оказались на другом этаже в чужом кабинете. При этом обыскивали его ночью, а это противозаконно. После досмотра оказалось, что компьютер, через который осуществляется доступ к госреестру избирателей, поврежден и неисправно автоматизированное рабочее место. Члены ЦИК приняли решение об обращении в правоохранительные органы без своего председателя. Хендовский перед этим покинул зал заседания, цитирую, во избежание упреков в конфликте интересов. Вместо главы ЦИК председательствовал его зам Жанна Осенко-Черная. И вот, что она сказала. Чему, когда проведение в криминальной справе тревает более полгода, а обшук происходит в чем-то в ночи? Чему обшук проводят люди, или с вадами зору, или с другими упередениями, несмотря на то, что величезными литерами вписано на дверях помещения прозвища другого члена комиссии, этим всем вопросом должно дать оценку и Генеральная прокуратура, и другие органы, и комитеты Верховной Рады Украины. В Турции убит российский посол. Неизвестный выстрелил Андрею Карлову в спину, когда тот выступал на фотовыставке в Анкаре. Кто взял на себя ответственность за этот теракт? Что происходит в Стамбуле сейчас? И как комментируют ситуацию обе стороны в материале наших корреспондентов? На этих кадрах слышны выстрелы. Посол падает и стрелявший кричит Аллах Акбар и открывает огонь в воздух. Посетители кричат, он добавляет, это вам за Алеппо. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Аллах Акбар! Информация в СМИ после нападения противоречивая. Турецкие журналисты сообщают, что с тяжелыми ранениями госпитализировали только дипломата Андрея Карлова. Российские уточняют, что в ходе стрельбы пострадали еще трое человек. А личности нападавшего крайне мало. Известно, что 1994 года рождения и зовут его Мевлюд Мерт Аутлинтас. Полиция лишь осторожно заявит, что за нападением может стоять исламское государство. Но до сих пор ответственности за нападение на себя никто не взял. Стрелка ликвидировали в ходе спецоперации. О связях его с какими-либо террористическими организациями пока ничего не известно. По предварительным данным, мужчина в черной униформе представился охранником. Новость молниеносно облетает весь мир. Мне сложно комментировать эту молнию, пока ситуация не прояснилась до конца. Но нам ясно, что Турция – это страна, страдающая терроризмом, и мы солидарны с ней, что с терроризмом нужно бороться общими усилиями. Не проходит и часа, как СМИ сообщают. Российский посол скончался в результате тяжелого ранения. Позже это подтвердит пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Тайнический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Ангаре у републичного мероприятия получил ранение, от которого, в этом, скончался посол Российской Федерации в Турции Андрей Геннадьевич Кали. Мы квалифицируем случившийся как террористический акт. Находимся на связи с турецкими официальными лицами, от которых получили заверение в том, тщательное, всестороннее расследование. Убийцы будут наказаны. Россия квалифицирует убийство посла в Турции как теракт. В ближайшее время вопрос обсудят в Совете Безопасности ООН. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. От этой встречи прорыва не ждали, его, собственно, не произошло. Два года из-за конфликта на востоке Украины НАТО не проводило встреч с российской стороной. Их возобновили лишь в этом году для так называемого обмена мнениями. Генсек Североатлантического альянса регулярно настаивал на том, что разговаривать нужно, чтобы не допустить замороженных конфликтов. Совещание прошло за закрытыми дверями. Известно, что компромисс искали в вопросе нарушений воздушного пространства стран НАТО Россией. И много внимания уделили конфликтам в Сирии и в Украине. НАТО не признает и никогда не признает аннексию Крыма. Минские соглашения – это план по урегулированию конфликта на востоке Украины. И альянс настаивает на том, чтобы Россия использовала свое влияние на боевиков, дабы те в полной мере соблюдали подписанные минские соглашения. Тяжелое оружие должно быть отведено. Самые тяжелые потери вооруженной силы Украины за последние пять месяцев понесли в боях на Светлодарской дуге. За вчерашний день мы потеряли пять человек. 16 ранены. Такие данные приводят в Министерство обороны. Противник вел огонь из минометов и ствольной артиллерии по позициям ВСУ возле Дебальцево. А затем попытался обойти опорные пункты под поселком Луганское. По словам начальника Объединенного оперативного штаба вооруженных сил Александра Сирского, боевики вели обстрел из населенных пунктов, что запрещено минскими соглашениями. Наступление врага в районе Светлодарской дуги. Военные признают, что подобного не было после штурма Марьинки в прошлом году. Атака противника проходит в направлении поселков Луганское, Мироновское и города Светлодарск. Украинская армия за сутки понесла здесь наибольшие потери. Однако потери противника значительные. Атакующие отброшены. В воскресенье около шести утра противник перешел в наступление в районе Светлодарской дуги. Перед тем был продолжительный артобстрел. Ворог первый начал. Сначала артиллерийскую подготовку, потом пошел в наступ. Тривая тактичная операция врага. В результате чего отбылся бой. И тривало понад шесть годин. Боевики пытались захватить два наших огневых опорных пункта в районе поселка Луганское. Когда атака была отражена, враг еще два часа буквально трамбовал украинские позиции тяжелыми снарядами. Зафиксировано около 40 попаданий снарядами ствольной артиллерии и до 700 от мин разных калибров. После противник вновь перешел в наступление. Под вечер противник провел третью атаку на украинские позиции. Использовал БМП и БТР. Украинские солдаты были вынуждены провести контратаку. Было захвачено несколько вражеских позиций и трофеи, пулеметы и гранатометы. У убитых врагов, в частности, были найдены паспорта с регистрацией в Ростовской области Российской Федерации. Украинские войска понесли потери. Крупнейшие за последние пять месяцев в зоне АТО. Сидели в глухом защиту. Просто защищались. Начали лететь боеприпасы. Вот меня и унесло после приходу. По загиблим пять, по пораненим 16, один безвестя пропавший. Сейчас идет нарушение сил противника, идет перегрупирование противника. Мы готовимся к новой атаке противника. Что сейчас происходит на передове? Просто сейчас? На данный час идут обстрелы. По данным украинских военных, противник потерял 20 человек убитыми. 30 боевиков были ранены. Днем обстрел украинских окопов продолжился. По прогнозам нашей разведки, ближе к ночи противник снова пойдет в наступление. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Три десятка бойцов приняли в эту ночь военные госпитали Днепра и Харькова. Шестерых с ранениями и травмами доставили из района Светлодарской дуги. Еще два десятка военных привезли с передовой с воспалением легких и ОРВИ. В Днепре медики борются за жизнь 21-летнего парня, получившего осколочные ранения груди и живота под Красногоровкой. Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких. Всех раненых уже прооперировали. Военные медики говорят, что госпитали переведены на экстренный режим дежурства. У меня ранение средней тяжести, ничего серьезного. У остальных минно-взрывные травмы. У одного в основном контузия, небольшое ранение, пятки, но он не здесь лежит. И два парня с минно-взрывными, прыгающая мина. Последний освобожденный из плена боевиков киборг приехал в столицу. Тарас Акаладия держали в неволе почти два года. Кто его встретил в Киеве и что рассказал украинский защитник, слышали наши корреспонденты. Конец 2014-го, начало 2015-го года. Жесточайшие бои за Донецкий аэропорт. 21 января в плен попадают 12 украинских киборгов. Среди них Тарас Акаладий. Сначала его держали в бывшем здании Донецкого СБУ. Полгода назад связь с ним оборвалась. Оказалось, Тараса отвезли в Макеевскую колонию. Держали в полуподвальном помещении. Время от времени выводили на улицу. За два года дали написать лишь пару писем. Сегодня он впервые снова видит маму. Вместе с ней после долгой дороги в Киев идет на встречу к президенту. Это очень большой подарок Илана Николаевна. Ты показал, что я настоящий украинский воин. Не продал, не врагал государству. Мы таких людей, как ты, называли и называем киборгами. А после у Тараса первая пресс-конференция. Он немногословен. Рассказывает, какие ужасы пришлось пережить ему и товарищам. Освобождение Тараса несколько раз срывалось. Мне сказали, вдевайся, даже я не знал, куда я еду. Что тебе особо поддержало там? Надеюсь, что дома ждут на тебя. Что скоро все закинчится и все будет добре. Заменився, сын? Заменився, похудел. А так я еще не разглядела. Впереди Тараса ждет полное медицинское обследование, а потом реабилитация. Мы начинаем программу обследования, прежде всего. Она предпочитает и обследование психологического состояния, и самотичного состояния. Тарас последний пленный украинский киборг, защитник Донецкого аэропорта. Но там в плену боевиков все еще остаются 110 украинцев. Хотя противник настаивает на других данных. 58 человек. Почти половина из них военные. Среди них есть те хлопцы, которые попали после Дебальцева, после Иловайска. Это Герасименко, Лазаренко, Блондар, Ляса, Оленьник, и другие прозвища, Пантюшенко. Это те хлопцы, которые героями. И задача государства, конечно, использовать все возможности, чтобы их сдвинуть. Все хлопцы просили передать, чтобы они держатся, чтобы с ними нормально все. И сподят, что они будут до новорочных свят уже дома. Анна Каменева, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал Интер. День выборов дубль два. В Соединенных Штатах сегодня снова выбирают между Трампом и Хиллари. Только теперь не рядовые американцы, они свое слово уже сказали, а так называемые выборщики. Могут ли они изменить имя нового президента? Дмитрий Анопченко расскажет подробнее. Это всегда было простой формальностью. Когда страна уже определилась, подтверждая итоги гонки, от имени американцев голосуют выборщики. Каждый в столице своего штата, спокойно, без шума и суеты. Но в этот раз все по-другому. В больших городах протесты. Их организовали те, кто так и не смирился с результатами выборов. И проигрышем Хиллари требуют, чтобы выборщики проголосовали по-другому и изменили результат. Я надеюсь, выборщики сейчас проголосуют по-другому, поступят по совести. В 18 веке это, может, и была неплохая идея голосования выборщиков, но точно не сейчас. Сами выборщики в эти дни неофициально признавались прессе. Их и уговаривали, и давление оказывали. Каждому пришли сотни, если не тысячи писем. От просьб до угроз. Дескать, только попробуйте выбрать Трампа. Это всегда было только формальностью. Но в американской конституции записано, что президента выбирает вовсе не народ. И минувшая гонка еще не сделала Дональда Трампа главой государства. Выборщики. 538 человек по всей Америке просто в эти минуты голосуют, выбирая американского президента. Понятно, что по правилам они должны отдать свои голоса так, как сказала большинство избирателей. Но что, если в этом году возьмут и поступят по-другому? Лишь восемь раз за всю историю страны выборщики голосовали не так, как решили американцы. Но сейчас особый случай. Дескать, а что, если те, кто сегодня должны отдать голоса за Трампа, дрогнут перед напором улицы? Ведь в 30 штатах по закону они обязаны поддержать Трампа. Но в 14 могут без особых для себя последствий проголосовать по-другому. Максимум штраф получат. И если Клинтон переметнутся, всего 38 выборщиков Трампа. То президентом может стать она. Понятно, что все эти расклады не тайно ни для победителя, ни для проигравшей. Понятно, что у Трампа и у Хиллари в последние дни до ночи сидели высчитывая. А сколько их может быть? Предателей. В команде Трампа считают, что не больше двух-трех человек и на финальный результат сегодняшнее голосование выборщиков все равно не повлияет. Но интрига сохраняется. Ведь конверты с результатами в американском конгрессе вскроют лишь 6 января. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». А в украинской столице сегодня торжественно зажгли новогоднюю елку. На Софиевской площади уже второй час мерзнет. Я надеюсь, радостно мерзнет моя коллега Ольга Теребинская. Она на прямой связи со студией. Оля, здравствуй. Расскажи, что происходит сейчас у Софиевского собора. Не пожалела, что поехала? Да, здравствуй, Наталья. Я хочу сказать, что несмотря на холодную погоду и на то, что сегодня понедельник, будний день, здесь на Софийской площади собрались тысячи, тысячи людей. Напомню, что после событий Евромайдана именно эта площадь стала главным местом праздничных гуляний. Меры безопасности сегодня как никогда. На каждом входе металлические рамки. И из-за этого в центре столицы образовались пробки на входе из людей, на дороге из машин. Но это не помешало прийти сюда огромному количеству желающих посмотреть, как зажигают огни на главном символе Нового Года. Думаю, что будет сейчас по-новому, новые впечатления, новые какие-то митые и действия новых мечтаний. Отсвяткувать День Святого Миколая вместе с мамой. Чтобы все были здоровы, счастливы и чтобы всем Миколай дал подарки. В этом году новогодняя елка по высоте превзошла прошлогоднюю на 2 метра. Это 26-метровое дерево. Весит оно до 10 тонн. Привезли лесную красавицу из Ивано-Франковской области. Елке из Карпатского леса уже 86 лет. Специально для главного новогоднего дерева мастера из Яворивщины изготовили тысячу уникальных деревянных игрушек. В виде птичек, ангелков и других праздничных персонажей. Также елку украшает гирлянда длиной в 3 километра, которую сегодня зажег, конечно же, сам Святой Николай. Вот как это было. Три, два, один, старт! Едности и процветания. А всем украинцам добра и миру. Нехай Бог береже всех нас. Соседняя Михайловская площадь станет городком развлечений с различными аттракционами, каруселью, горками и даже колесом опозрения. Также в течение всех праздников здесь будет выставка ледяных скульптур. Художники и мастера рукоделия из разных уголков страны представят свои работы в городке мастеров на Владимирском проезде. И вся эта красота простоит в столице до 15 января. Студия. Спасибо, Оля. Ольга Теребинская всем своим видом показала нам, что не так уж холодно. Так что одевайтесь потеплее и направляйтесь смотреть елку. За развитием событий вы можете следить на нашем сайте подробностей. Я желаю вам, как всегда, побольше хороших новостей. Прощаюсь до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова